По этому матчу у вас хочу спросить, как оцениваете игру команды, упустили очки, проиграли, и как вам Камличенко? Ну, вообще, каждое очко на вес золота. А то, что касается им по пермаменту, ну, там я просто, я был наверху сидел, и повтор ее увидел. А что, там был именно повтор, там, конечно, у них игры было, без сомнения, у них были игры. А то, что касается игры, у нас каждое очко на вес золота, конечно, что проиграть для нас очень-очень плохо. Но ничейка для нас, вообще, была бы очень хорошей, но реальное результат, мы сейчас понимаем, свои силы На нас ничья была, конечно, хорошая. Вы будете подавать жалобы все с этим моментом? Потому вот, что сейчас жалобы-то можно подавать? Пишите, и будет разбираться, если что можно. Мы ничего не будем, мы никогда не подавали Я никогда не вез в эти судейские моменты, я сейчас приду, я никогда не вез в эти судейские моменты, пусть они есть там, Я думаю, сейчас компетентные органы, которые разберутся, и примут решение правильно. Павел Борисович, вот у вас непростая история с точки зрения получения лицензии на будущий год, я правильно понимаю? Уже есть, да. Расскажите, что происходит? Ну, у нас проблемы с стадионом, там у нас очень куча идёт согласований для того, чтобы начать реконструкцию, но вроде сейчас есть какое-то уже понимание, есть какое-то финишное принимание. Я надеюсь, что сейчас начнём реконструкцию, успеть не успеть, это уже второй момент. Но, если начнём, я думаю, есть какие-то шансы хотя бы подать на лицензию. Но, как бы, наш президент, я вот разговаривал вчера с ним, он говорил, что должны даже успеть в начале сезона делать реконструкцию. У нас там объём работы не очень большой. У нас там скуды, которые могут нам отдать больше 5 мг, они нас лежат, и надо установить их. И одну трибуну там просто реконструировать. У нас один сезон на 6 тысяч. На 4 тысячи делают трибуны. Там пресс-разделов на 2-3 месяца, просто если взяться. Там есть куча согласования, знаете, техплан там у них. Нет, Павел Борисович, я всё понимаю, просто когда задавал этот вопрос Пряткин, по-моему, на пресс-конференции вы не читаете, что вас там Бофф обманул, он говорит, ну можно сказать и так. То есть я правильно понимаю, что у вас был какой-то грейд по месяцам, когда вы будете делать, и теперь это не соблюдается сейчас, этот план реконструкции. Есть такое, да, просто есть, есть такое. То, что мы как бы из графика попадаем, даже к этому времени уже куча работы, но сейчас вы, ну понимаете, это далеко, я как бы больше не этим занимаюсь, а командой. Я как бы спортивный директор. Я же понимаю, что спрашивать с вас будут. Никто не будет, да, говорить, что Худяков ответственный за команду. Вы же не можете кивать на то, что у нас президент там где-то и… Нет, это всё ясно, но я думаю, как-то решиться и что-то мы успеем. Я надеюсь на это, потому что сейчас будет понимание, я знаю, что мы прошли экспертизу уже. У нас же там такая ситуация очень сложная, потому что касается вот этой трибуны. Там проходит у нас ручей из Паденеции, там очень куча согласований. Ручей под трибуны. Под трибуны, да, и там вот только за это тоже. Там есть куча согласований, которые должны были пройти. Они сейчас проходят и уже есть какие-то там… Ну, я буквально на разговоре говорю, уже одобрены. Хотя уже одобрены у нас там, прошу экспертизу. Вроде там уже финишная прямая. Делов там два месяца. Вот так вот. Зашли, за два месяца у нас все готово. Там же у нас… У нас же есть стадион-то, у нас стадион же есть. У нас есть поле шикарное, с подогревом системы полива. У нас есть освещение, которое установили год назад. То есть, у нас нужно только поднять трибуны и установить исходы вот эти. У нас стадион небольшой, у нас там… Ну, я говорю, там работал только два-три месяца. Нет, я согласен с вами два-три месяца, а что мешало-то год сделать. Ну, то есть, вы же понимаете, что вас, ну, серьезно, как руководителя, так подставляют. Ну, ответственные-то вы будете. Вам сейчас идти по лицензии хлопотать. Вам ехать к Прияткину бить человеку обидную и говорить, пустите. А он уже довольно жестко высказывается. Я все знаю. Я думаю, должно быть все нормально. Надеюсь, понимаете, я надеюсь на это, но здесь не все меня зависит. У вас нет ощущения, что сейчас из-за этой истории будут выдавливать с премьер-лиги? Что будут? Будут выдавливать. Не очень хотят видеть тамбов. Ну, где-то в этом логика есть, да. Где-то в этом логика есть. Посмотрим. Может, не выдавим. Вы как это чувствуете, что могут выдавливать? Ну, я понимаю, конечно. Мы сейчас как бы раздражители для всех надеюсь. Для самой хорошей вредности, просто по спортивному принципу, отскольщик ФНЛ спокойно выдавали ФНЛ. Самое простое решение. Ну, то есть, ну, посмотрим. Нет, вы же понимаете, логика людей, которые говорят про тамбов, она нормальная. То есть, команда тамбов не играет в тамбу. Она играет сначала в Саранске, теперь в Нижнем. Это я полностью согласен. Полностью согласен на то, что это ненормально то, что мы играем. Это все и дело для того, чтобы тамбов увидел балетчиков. Все это строилось. Ну, да. Но то, что сейчас такая ситуация, это же такие критерии. То есть, это, ну, как говорится, клуб пошел на напережение своих возможностей. То, что происходит вообще со стадионом. Я думаю, даже вообще успеть. Я честно говорю, вот только вчера с ней разговаривали. Может, с Божьей помощью все будет. Вы надеетесь успеть, когда финальное будет вопрос по лицензии? По лицензии, да. Я думаю, то, что сейчас, если мы начнем весной уже реконструкции. Если сейчас начнем с реконструкции, да. То есть, когда будем получать лицензию, там, они могут там, то есть, если будут гарантийные письма, то есть, будут предоставить план. Потому, что, например, там, к июлю, например, к августу, там, к середине августу будет все готово, да. То есть, мы там, может, календарь какие-то две-дри игры первых сделать, выездные. Ну, если мы останемся в премьер-лиге, я в виду, да, то есть, и... Павел Владимирович, вам не дадут так? Ну, не дадут, значит, посмотрим. Я все понимаю, но... Ну, не дадут же, вы же понимаете, это так. Вы разговаривали с Олег Геннадьевичем по поводу этой истории? А разговаривали, то есть, что нужно начать стройку и все. Начать стройку – это уже другой вариант, вам уже начать все. Если начнем, то есть уже предмет к разговору и есть тема для обсуждения. Угу. Ну, это трудно вам будет. Вот эта история, про которую пишут сейчас в телеграм-каналах, о том, что якобы у вас футболисты деньги, кому-то отдает зарплату, что это такое? Я даже вообще не понимаю, что пишут, я вам честно говорю. Это пишут те, которых и так, как говорится, под нос новую, почву выбивает уже с своих сторон. Я прочитал вот это, ну, мне скинули, я прочитал, но там такое чушь, вы представляете, там написано, что выведен из Тамбова, можно вычитать 225 миллионов. Да. Нам всего лишь делали 250 миллионов. 250 миллионов на весь сезон? Нет, там пишут, что в первой части сезона Тамбов вывел 225 миллионов, то, что кто-то забирает там деньги с футболистов. Мы всего лишь денег получили 250 миллионов. Мы всего лишь денег получили 250 миллионов. 250 – это областной бюджет? Да, мы получили. И все. Вот. Из этих денег, из этих денег, вы сами понимаете, у нас, скажем, имеют зарплату люди. У нас по зарплате нет ни на задержке у нас. Мы ездим, мы кушаем, мы питаемся, это сбор, это экипировка, это все, это логистика наша. То есть, вот это все, у нас есть определенные задолженности небольшие, это по поставщикам. Ну, то есть, то, что там обогастили, там даже, я знаю, то, что саранскому отверали, то есть, там, у нас есть периспорты небольшой долг, мы сейчас его закроем. А то, что, ну, там такая чушь написана, это просто, знаете, мне даже слов нет, я даже не хочу реагировать на это, что-то празднуется, ну, просто такая чушь вообще. А 250, а другое финансирование у вас есть? У нас бюджет 450 миллионов, у нас 250 до нового года, 208. Вот 250 нам отдали, сейчас 200 тоже, ну, у нас все идет, все деньги, то, что обязательства областные исполняются, все в идеале, все деньги в этом плане. Ну, то есть, если верите этим подсчетам, 450 у вас от области и 250, там, по-моему, сумма перечислена, что футболисты отдали откатов, то есть половина, если верите этому посту. Там написано, что за первый сезон, за первую часть, там, получается, 250, а 225 за... Ну, то есть, вы, получается, жили на 25 миллионов. Ну, получается, так и не писали, ну, ты чушь такая, это вообще вся чушь. Ну, честно говоря, и меня просто, знаете, честно говоря, я даже не хочу не реагировать, я ничего не обрадовался, ничего не говорю, потому что это такой бред вообще. Это просто, знаете, ну, я уже не знаю, как нам зажать, где-то что-то, знаете, у нас нормальные конститивы, микроэклименты обалдены, футболисты все бьются, у нас обалдены отношения со всеми, ну, мы живем как одна семья, реально, за счет этого мы вот так играем, такой результат отдаем, только за счет этого. Вы же сами видите, как у нас подбор футболистов, да, видите, то, что, ну, тяжко, на самом деле, когда вот первый сезон, весь, считай, полсезон, весь сезон мы играли на выездах, на Саранске такой же выезд. Поедем на игру, там уже поиграли, едем там и тренируемся, поедем на игру, они постоянно на дороге. У нас все, получается, первых, там, 19-х, они были все на выезде очень тяжело. И за счет того, что такой коллектив, а это просто люди, которые, наверное, не хотят нас видеть, то одно закинуто, то второе, третье. Я даже не комментирую, даже говорить о них я не хочу ничего, честно, потому что это такая чушь. Павел Владимирович, а Вы обращаетесь к другим клубам за поддержкой в связи с историей возможного неполучения лицензии? Ну, допустим, Вы можете позвонить в «Динамо» куда-то, в «Локомотив» и сказать, слушайте, мы будем строиться, поддержите нас, чтобы нам дали лицензию, чтобы не было такого. Я пока про это даже не думаю, понимаете. Мне сейчас главная задача, это по спортивному принципу сохранить команду в «Премьер-диве». Ну, естественно, параллельно мы общаемся, говорим про то, что нужно начать реконструкцию. Если мы начнем реконструкцию и по спортивному принципу сохраним команду в «Премьер-диве», я думаю, будет все нормально. А сколько у Вас реконструкция будет стоять? Я точно не знаю, это лучше вопрос задать нашим президенту клуба, но как я, как авиаисиметформат, это то, что хоть на 150 миллионов уже выделено, то есть они деньги выделены у нашего губернатора, у нас встретились. Я хочу тоже сказать, что губернатор, я знаю тоже, он все делает для этого, чтобы команда осталась, и помогает, и все делает, это реально так, потому что если у него губернатор, то, что есть, да, у нас крохотные такие, ну, то есть бюджет, это все ясно, понятно, но он восполняется, то есть все, то есть то, что бесчет губернатор, все делает, все дает. Просто этим бюджет очень тяжко. У Вас на будущий сезон бюджет подтвержден? Потому что может быть так, что если Вы вылетите, я Вам не желаю, да, то можете ухнуть там, если бюджет не подтвержден, сразу туда, во второй либо. Пока еще не подтвержден, я думаю, сейчас до мая он будет понятен. Ну, во-первых, будь пониманием, где мы будем. Если входил на другой бюджет, в примере, он будет другой бюджет, то есть поэтому, надеюсь, на начале прописка, а потом уже. Ну, понял. Спасибо большое.